Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык. И сегодня я вот решил поговорить с вами о такой штуке. Где-то недельку назад, наверное, у меня уже человек спросил. Такой очень интересный вопрос написал в Стиме. Ну, у меня и до этого спрашивали или что-то подобное. Но он так открытно пишет. Говорит, вот многие говорят, ну не знаю кто, но он так пишет. Многие говорят, что летсплейщикам быть очень тяжело. Так вот, как ты, что ты скажешь? Вот ты летсплейщик. Тяжело ли быть летсплейщиком? Твое мнение. Я ему тогда, я как бы особо решил не заморачиваться. И написал ему, ну не помню, что ему написал. Типа, все норм. Вот, что-то такое. Ну, меня и до этого спрашивали. Я писал, типа, да не, легко, все нормально. Вот. Но раз такой вопрос людей интересует, то почему бы на него не ответить более развернуто, как это я умею, люблю и практикую. Вот. И тут что хотелось бы сказать. Вообще, ну, вот я не знаю, вот у нас, может это и вообще в любом сегменте ютуба, я вот не знаю. Но вот в российском почему-то, знаете, причем это среди, кстати, зрителей. Вот. Сами блогеры, они, вот им пофигу, да, что там кто-то снимает летсплей, называет себя блогером, кто-то снимает блоги, иногда играет в игры, называет себя летсплейщиком, кто-то снимает еще что-то и называет себя там как-то. На самом деле, вот самим авторам пофигу. А вот почему-то зрителям у всех бомбит, когда какой-то летсплейщик говорит, что он блогер, и все, ты не блогер, ты летсплейщик. А-а-а, как ты мог, ну, то есть, почему-то все очень жестко разделяют категории, какие-то придумали, то есть, там, блогер, блогер, там, обзорщик, кто вообще, что, что вы несете. Ну, в общем, это так, я сейчас опять отступаю, мы поговорим именно о летсплеях, потому что я в этом хоть что-то знаю, ну, как вы знаете, вы, наверное, знаете, раз вы на моем канале, я снимаю летсплей, в последнее время снимаю довольно много. Вот. И тут какая штука. А штука тут такая, что с виду, со стороны, кажется, да, что там, сидишь, играешь в игру, записываешь и выкладываешь на YouTube, но это все так, это все так. И это если рассматривать одно какое-то конкретное видео, да, взять его у летсплейщика, и у, ну, скажем, блогера, да, вот, то, ну, вот взять, можно сказать, реалистичный подход мой, да, это классическое блогерское видео. Вот. Вот не то, что я сейчас с вами говорю, хотя вот это тоже, как бы, блог, можно сказать, а ничего сложного, нет, я сижу, как бы, просто говорю, и никакой монтаж, ничего там не надо, но если возьмем реалистичный подход и обычное видео летсплейщика, да, то время создания обычного видео, вот, например, моя среднестатистическая серия любой игры, это 20 минут. Ну, там плюс-минус. Вот, ну, полчаса, да. И если я там не матюкался, и ничего такого не было, мне ничего не надо запихивать, запихивать, господи, запикивать, или что-то вырезать, в общем, такого, ну, это, кстати, редко бывает, если мы говорим о летсплеях, да, то я вот за 20 минут записал, назвал, и тут же я могу заливать. Вот. Блогер же, как бы, он может потратить, ну, там, например, реалистичный подход. Такое видео можно делать целый день, одно. И то это в лучшем случае. А если посчитать со всем процессом, то есть, начиная от разработки сценария, его написания, и заканчивая уже конечным монтажом, то это, наверное, дня два, два с половиной. Вот. Именно работы. То есть, это долго. Это долго. Это съемки, это выставления света, это, опять же, это написание сценария, потом его зачитывание, всякие косяки, вот, потом это монтаж, вырезан, ну, в общем, это все довольно долго. И тут, конечно, эксплессчикам, как бы, тяжело быть. Но, ой, как бы, кажется, что эксплессчикам легко быть. А вот блогерам тяжело. На самом деле, все относительно. Вот, относительно чего вы смотрите. То есть, что вообще значит тяжело, а что легко. Вот снять одно видео, да, эксплессчику проще. Но, у блогеров есть другое преимущество. Вот, они снимают видео, у них гораздо, вот вы видите, да, у блогеров у них высшая активность на канале. То есть, они снимают видео реже, они могут раз в неделю снимать. А вот, в случае, к себе такого не может позволить. Ну, например, я, да, хотя иногда у меня бывает застой, и мне начинают писать, ну, где я видео, где и так далее. Я в день могу снимать и 5, и 10 видео. Вот. Блогер же может выпускать одно в неделю. но как бы хорошее, его смотрят много людей. Я выпускаю, допустим, там, 5 штук в день, да, но кто-то вот у меня на канале смотрит исключительно, допустим, ну, что там, допустим, там, какую-то игру, там, я не знаю, что у меня там, цивилизацию, да, вот сейчас будет смотреть. Или кто-то исключительно героев шестых смотрит. Такие люди есть. Кто-то Might and Magic исключительно смотрит. Кто-то исключительно Rayman Legends смотрит. Вот. Кто-то смотрит все. Но таких очень мало. Поверьте мне, таких очень-очень мало. Вот. Кто-то исключительно гонки смотрит у меня на канале. Вот такие люди есть. Вот. И как бы получается в итоге, в итоге, что я, как летсплейщик, я для чего снимаю видео? Я, ну, естественно, для подписчиков, да, те подписчики, которые у меня есть, они же на меня зачем-то подписались. Ну, вот особенно те, которые я, я уже очень давно не пиарился, никак. И вот, а все равно новые подписчики, они потихоньку подписываются. И те, кто подписались, они же почему-то подписались. То есть, видимо, как бы какой-то контент их заинтересовал. То есть, я не говорю, что они все смотрят. Вы можете посмотреть. Я выкладываю видео, да, у меня при 30 тысячах подписчиков может 300 просмотров быть на видео. Вот. Это значит, что эту игру, вот эти 300 человек и смотрят из этих 30 тысяч, да, а все остальные, они как бы, ну, то есть, грубо говоря, другую игру, еще 300, там, это, 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 и так собирается. я могу выложить какое-то видео, лайв, там, вот, тысяча человек посмотрело. Я могу, там, кто-то из-за угонов в Steam только подписался на мой канал и ждет, когда же я выложу новый, там, я его выкладываю, там, сразу 10 тысяч посмотрело, да, вот, оно как бы популярное, да, более. То есть, люди смотрят разный контент, игры не всем интересны, но, если вы не поленитесь, если вам вот интересно, вот вам кажется, вот у тебя 30 тысяч подписчиков, а смотрят там 300 человек, что за фигня, так вот, если вы не поленитесь и копнете более старые видео, то вы увидите, что, например, тот же NFS, там уже все выпуски перевалили, там, за пару тысяч просмотров, за 2, за 3, за 5, там, даже 20 тысяч есть, там, тот же Kingdom Rush очень много набирает, то есть, летсплейщики, люди, вроде меня, да, они, ну, то есть, я, я вообще не разделяю блогера и летсплейщика, вот у меня на канале есть и, блин, обзор моей комнаты, да, и всякие мои мысли, и, то есть, я, я считаю, что я блогер, да, я преимущественно играю в игры, я люблю играть в игры, мне это нравится, мне нравится комментировать, как я играю в игры, но порой, вот, я, я могу написать стих, да, сделать из этого видео, кому-то это интересно, кто-то говорит, да ну, снимай там игры только, нафиг тебе это, я могу там песни написать, вот, и, как бы, все это на канал выкладывается, естественно, игры, игры чаще, потому что их проще делать, да, и потому что мне приятнее играть, ну, то есть, как бы, в игры, да, ты, когда хочешь расслабиться, особо не напрягаться, ты играешь в игру, тебе и мне интересно, вот, я комментирую, выкладываю на канал, естественно, этого больше, вот, ну, ладно, поговорим, будем считать, что я летсплейщик, да, вот, откинем все остальное, будем говорить конкретно о записи игры, так вот, летсплейщики, они свои видео делают не столько для подписчиков, вот именно летсплейщики, да, а, столько, а скорее для, как бы, ну, скажем так, архива, что ли, для индексации в ютубе, то есть, вот смотрите, я отснял игру какую-то полностью, да, прохождение, то есть, чем вообще, чем летсплейщик от обзорщика отличается, да, то, что летсплейщик делает именно, ну, как бы летсплей по игре, то есть, проходит ее от, как бы, начала, ну, не обязательно от начала до конца, да, но делает много по ней видео, вот, то есть, вот, вот что такое летсплейщик, он не делает обзор, он там не вырезает какие-то моменты, вот он делает, он играет в игру, проходит ее и записывает это, или там просто куражится и записывает это, и потом, люди, когда вот хотят посмотреть, да, вот кто-то, вот, например, у меня аудитория, да, более старшая, вот, если вы князь 2 в поиске ютуба выбьете, то там мои видео на первых, ну, на первой строчке будут там, на нескольких даже первых строчках, мои будут видео, вот, я просто их снимаю, да, и я знаю, что если человек захочет вдруг посмотреть князь 2, он попадет на мой канал, вот, я снял, все, оно как бы лежит, людям, людям, если будет интересно, они меня найдут, вот, и так, так касательно многих игр, вот, это не значит, что они только меня найдут, есть как бы, ну, я считаю, что в ютубе нет конкуренции, вот, и на ютубе точнее, нет конкуренции, ну, может быть, есть конкуренция, вот именно борьба, там за первые строчки в поисковой выдаче, опять же, конкуренции по факту нет, потому что никто не знает, как туда попасть, никто не знает, наверняка, какие там нужно именно писать теги, как там все это нужно делать, там очень много факторов, этот алгоритм скрыт, его не раскрывают, как собирается вот эта поисковая выдача, так что по факту, собственно, кому повезло, тот туда и попадает, можно так сказать, ну, естественно, топают, чаще попадают, вот, ну, у них и контент более качественный, там, каналы поменьше, реже попадают, но попадают, вот вы можете видеть там по разным запросам и увидеть, что, например, видео по этой игре от топового блогера вообще может не быть на первой странице, а где-то там быть подальше, а какой-то там канал с пятью тысячами подписчиков или там с тысячей подписчиков, хоп, и по какому-то запросу выдается на первую строку, по игре там какой-то, вот, так вот, я прохожу, как бы, эти игры, чтобы там, флот-аут, многие ищут, попадают на меня, там, вот, по флот-ауту много просмотров набирают игры, по второй, по Ultimate Carnage части, еще там, ну, то есть, довольно много, вот, люди смотрят, да, там, по зомби, там, есть вообще уже за сто тысяч переваривают, скоро будем, там, за пятьдесят тысяч уже перевалили, там, по зомби против растений, по некоторым видюхам, то есть, люди просто хотят найти, да, зомби против растений, и находят мое видео, и смотрят, то есть, тут я это к чему говорю, я к тому, что говорю, что люди могут вбить это в поиски, у них даже может учетки на Ютубе не быть, вот, они просто вбивают это, да, вот они зашли на Ютуб, хотят посмотреть эту игру, они вбивают и смотрят, все, они, 99% не подписываются на мой канал, просто вот они зашли, да, они могут найти мой плейлист, посмотреть там от начала до конца прохождения, такие редко, но такие тоже бывают, люди, вот, реже, конечно, но в основном, в основном, летсплейщики, именно, ориентируются на аудиторию, как сказать, ну, в общем, на более широкую, не только на своих подписчиков, а на более широкую аудиторию, именно на летсплейщики, то есть, чем я это могу доказать, да, элементарно, у меня на канале сейчас 350 тысяч просмотров в месяц, вот, немного каналов, ну, как, моего уровня, да, имеют такие просмотры, то есть, если вы посмотрите блогера, у него вроде бы на каждое видео смотрят 10 тысяч человек, но он эти видео выкладывает раз в неделю, и в итоге у него там в месяц, если 100 тысяч просмотров наберется, да, или там 200 тысяч просмотров, то вроде как и хорошо, у меня 350 тысяч, но я имею в виду блогера там моего уровня, нет, у кого-то больше может быть, у кого-то может быть больше, но мы сейчас говорим о средних каких-то значениях, вот, так вот я это к чему, я это к тому, что летсплейщиком быть, это как бы больше не на, как сказать, не на подписчиков работать, вот именно, ну, то есть, у блогера, у него меньше контакт с аудиторией, вот можно так сказать, да, то есть, у блогера он как-то больше, блогер там высказывает свои мысли, там, как-то делится, там, все, но я это тоже делаю, но все-таки меньше, вот, то есть, нету такой как бы группы, да, которая меня бы целенаправленно поддерживала, у блогера, у него постепенно формируется каскад единомышленников, ну, как фанов их называют, ну, я скажу единомышленников, вот, и они его поддерживают, там, всякие встречи блогеров, вот я уверен, если я там организую встречу, там, в Москве, приходите, я в Москве, там, я уверен, что никто не придет, а вот когда блогер так делает, туда приходят люди, вот, в чем разница, как бы, основная, да, так вот, тяжело ли быть летсплейщиком, теперь вот, я тут уже глагольствовать могу, чем угодно, на самый главный вопрос не ответить, тут все зависит от того, какая у вас цель, то есть, если вы говорите о заработке, да, в интернете, ну, на ютубе, и тяжело ли летсплейщику зарабатывать, на ютубе, то тут скажу, да, тяжелее зарабатывать летсплейщику, и больше зарабатывают блогеры, причем, они зарабатывают не на просмотрах от ютуба, вот, казалось бы, у меня больше просмотров, чем у блогера, там, моего уровня, но, тем не менее, блогер моего уровня, ну, мы берем цифру подписчиков, вот, тем не менее, блогер с 35, там, тысячами подписчиков, да, который всякие влоги снимает, там, обзоры, может, анбоксинги какие-то, еще что-то там, летс волки, там, что еще снимают всякие влоги, теги, и может какая-то передача там у него есть, там, кулинарная, там, ну, что угодно, он, у него очень дорогая реклама, ну, не очень дорогая, ну, гораздо дороже реклама, например, видео, и у него его берут, берут, потому что люди видят, что вот это видео посмотрит, точно 10 тысяч человек, по-любому, то он выложит, а не сразу посмотрит, и люди берут у него рекламу, вот, и он там что-то пиарить может в начале своих ролика, я, ну, вообще, любой летсплейщик, так делать не может, но мы не берем сейчас топовых, да и то, даже там, взять там, даже топовых, у них пореже реклама проскакивает, ну, проскакивает, но, пореже, пореже, ну, хотя, опять же, из топовых летсплейщиков, именно летсплейщиков, вот, кого бы я назвал, именно летсплейщиком, это, пожалуй, вот, можно сказать, или горка, и помидорка за решеткой, я больше не знаю, ну, вот, сейчас начну тапками кидать, там, а как же Гагатун, а как же Юзя, как я последний раз Юзя вообще видео выкладывал, и Гагатун тот же, он там раз в день, или раз в несколько, там, пару раз в неделю, там, ну, в общем, не такая уж у него мощная активность, но сейчас начну там, сейчас посчитаю, идите нафиг, не хочу сейчас там посмотреть, вот, он выложил два видео в день, а ты говоришь, ну, когда-то он и выложил, ну, я к тому, что он не выкладывает по пять видео, вы зайдите на канал помидорки, вот, он фигачит там каждый день, точно, и то, и по нескольку, у него там есть план, они там целенаправленно игру проходят, от начала до конца он там играет, вот, вот это, как бы, летсплейщик, реально летсплейщик, кстати, если вы посмотрите, видос Юзи, он как-то в одном из тоже таких влогов, или как это назвать, ну, где он общается с аудиторией, отвечает на вопросы, ну, через веб-камеру, он открыто сказал, я себя летсплейщиком, как бы, не считаю, потому что, ну, мало игр, которые я именно прошел, я так, поиграл, там, записал, все, вот, то есть, так вот я это к чему вообще, вообще, к чему я это все говорю, к тому, что зарабатывать летсплейщику, именно на летсплеях, на них тяжело, можно, но тяжело, вот, а теперь, отстает вопрос, почему тяжело, просто сидишь, играешь в игру и пишешь, ребят, поверьте мне, вот, когда вы просто играете, шпилите в игру, для себя, вам захотелось, вы шпилите, вам очень интересно, вам это доставляет удовольствие, вы ловите кайф, все ништяк, согласен, так оно и есть, но, когда, приходит такой момент, что ты играешь в игру, не потому что тебе этого хочется, а потому что надо, вот, например, мне люди пишут, вот, давай быстрее, видео там, выкладывай там, по какой-то игре, да, почему ты не выкладываешь, и вот я такой сижу, блин, надо ее заснять, и вот это вот надо, которое, не то, что я хочу ее заснять, а то, что надо, я врубаю эту игру, там, что-то играю, что-то говорю, и, как-то оно у меня не идет, вот, и я ее снимаю, тупо потому что надо, и вот тут, на самом деле, вот, порой тяжело себя заставить, вот, и вы еще скажете, снимай только те игры, которые тебе нравятся, ну, я так делаю, но на самом деле, вот, ребят, поверьте мне, даже вот игра, которая нравится, вот, кайф в нее поиграть, без записи порой бывает, вот, то есть, кайф, как бы, потупить в каких-то моментах, там, альтабнуть игру, там, почитать, чего-то, когда я на записи, я, как бы, этого всего не делаю, вот, ну, вообще, вот, знаете, когда вы, когда играешь без записи, оно больше удовольствия, вот, я так вам скажу, вот, чем когда на запись играешь, потому что на запись ты должен, как бы, комментировать, какие-то там моменты происходят, ты там, не можешь сейфлоудить, например, в каком-то моменте, там, где-то может читерить, вот, мне кайф, да, я не говорю в сетевой игре, ой, блин, сейчас опять, а, читер, пойдет, блин, как это, я имею ввиду, что где-то я не могу пройти момент какой-то, да, и на записи я не могу себе позволить, я, вот, я не могу себе позволить, там, например, запустить тот же Artmania, и нарисовать там себе пару миллионов, купить что-нибудь там, огромную армию, если я играю сам, да, и я не могу пройти что-то, я там затупил, но мне интересен сюжет игры, я могу этот момент как-то пропустить, или почитать прохождение, пройти и так далее, ну, в общем, как-то решить там, тренер запустить, ну, кто как, что делает, короче, вот, просто как бы и свободы больше, и кайфа больше, вот я к чему, так вот, более того, чтобы зарабатывать, вот у меня на канале сейчас, ну, я не знаю, сколько там в открытом доступе, ну, всего 1300, ой, или 1500, 1500 видео, скажем так, всего на канале, это много, вот вы просто посчитайте, да, в среднем видео идет 20 минут, но, вообще больше, потому что реалистичные подходы их дольше делать, там, и видео бывают и по часу, игровые, и вот такие видео дольше идут, и вообще, ну, даже если 20 минут, вот вы просто умножите, полторы тысячи на 20 минут, ну, это 3 видео в час, да, это 500 часов, я вам сразу умножу, вот, ты 500 часов поиграешь, и это на записи, это что говорить при этом, все время, 500 часов, вот, это, это, блин, это, поверьте, 10 часов видео в день писать, нереально, я проверял, не, может, сейчас кто-то задрот, марафон устроит, один день, я не вопрос, но каждый день ты так не сможешь делать, чувак, да, у меня бывали дни, где я записывал 25 видео в день, когда меня игра реально цепляла, вот, реально садишь, залипаешь, вот, с князем 2 так было, я садился просто просыпался, да, что-то там завтракал, или что-то делал, вот, потом залипал в князя, и просто, когда меня уже рубило, я вырубал, то есть, там 10 часов, да, когда он меня уже надоело, или даже 12, я того князя прошел в итоге за 2 дня, выходил он там полгода, вот, прошел я за 2 дня всего, вот, бывает, да, так цепляет, но поверьте мне, это бывает крайне редко, крайне редко, вот, а так, так, в лучшем случае, если вы в день будете писать часа 3 видео, ой, ну да, часа 3 видео, то есть, это 6 видео, ну, 5 даже, 5 видео в день, вот, поверьте, вам будет надоедать просто писать больше, можете с любым лецепетчиком поговорить, вам любой это скажет, что устаешь, вот, не знаю почему, с виду кажется не тяжело, но люди, они как бы, вот, вот они люди, они могут уставать, непонятно от чего, их может задалбывать рутинная работа, и, понимаете, мне гораздо больше кайф, там, коп в дотку с братом поиграть, там, свернул, там, погонял, вообще не парясь, там, я могу потроллить, там, в чате, там, всех, вот, на видео, если не могу такого позволить, а, как бы, когда мы просто, там, я могу, там, поматюкаться, ну, в рамках разумного, конечно, ну, я не имею в виду, что кого-то оскорблять, а в троллинговой форме, то есть, я очень люблю троллить, когда там чувак начинает в доте рассказывать, что он про, а мы все раки, мы очень любим таких троллить, ну, я, в частности, мой брат, он особо не любит троллить, вот, а я, как бы, люблю, вот, и, как бы, вот я к чему, на самом деле, вот, а когда играешь на видео, ну, да, можно, но все равно это не то, все равно это не то, вот, когда играешь на записи, я имею в виду, так что, вот, даже если 5 видео в среднем в день вы пишете, вот, блин, чтоб 500, ой, 1500 видео записать, это сколько, это вам, блин, ну, грубо скажем, год непрерывной работы, до 300 дней, ну, у вас там всякие выходные, вы там уехали, вы там заболели, да, всякая вот такая хрень случается, вот, грубо говоря, год, это вам надо работать, а теперь, а теперь поговорим об отдаче, о выхлопе со всего этого, на самом деле, зарабатывать вы, вот, вот, если от снимете, да, кучу видео, тысячу видео, это не так просто, у нас же люди как хотят, они думают, я сейчас начну пилить летсплей, да, и пойдет у меня бабло, пойдет у меня, там, тысячами баксы, просто там, бшшшш, фонтан денег, мы гуляем, бухаем, там, телочки, значит, тут в ряд стали, все, я такой крутой, популярный, не, ребят, нет, 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 еще раз нет, потом, когда у вас видео уже ваши проиндексируются, начнут набирать просмотры, пройдет там год, или, опять же, вам надо будет вложиться в пиар, хотя бы, ну, немного, ай, сейчас опять, господи, вот, вот на ютубе, знаете, что меня бесит, то, что я уже знаю, наперед, что вот это вот, быдло масса, да, школа агробыдло масса, скажет, и вот, можно и без пиара, проверить, да, вот он, нарискотит, эй, давай, вперед, сделай, без пиара, вот, ладно, вам надо будет вложиться в пиар, вот, если вы серьезно подходите, то есть, какие-то деньги потратить, можно больше, можно меньше, там, кто как, кто как делает, как говорится, вот, кому как, какие результаты нужны в итоге, но факт остается фактом, то есть, вам надо будет вкладываться, и только потом, только потом, потом пройдет куча, куча времени, год как минимум, у вас будет какая-то денюжка, вот, ну, я имею ввиду ощутимое, то есть, вам ее хотя бы будет хватать на поесть, на платить интернет, там, еще что-нибудь, и то год, это, это поверьте мне, поверьте мне, за год снять полторы тысячи видео, я не снял, хотя я довольно серьезно подходил к каналу, это очень тяжело, очень тяжело, именно если мы говорим о летсплещике, то есть, вот, люди спрашивают, снимать тупо прохождение, это тяжело, на самом деле, это тяжело, и, поэтому, зарабатывать, вот, именно, на летсплеях, тяжело, тяжело, да, но можно, но можно, и вот тут, тут встает, как бы, вопрос, тут встает, вот, вопрос, а почему, типа, раз ты такой, вот, это, ну, не снимай летсплей, снимай какие-то шоу, там, сделай что-то, ну, понимаете, в чем беда, вот, шоу, либо надо снимать вообще какую-то бомбу, да, вот, как Ракомакофо, они снимают очень качественный, у них контент, все продумано, все, они, ну, наверняка, репетируют, там, как, как они все это будут делать, ну, то есть, готовят себя, да, к разным реакциям людей, опять же, они снимают несколько дней, они сами об этом говорят, потом это все, ну, несколько дней монтируют, в пятиминутный ролик, то есть, они там снимают три дня, или два дня, как минимум, а получается пять минут самых ярких моментов, вы вот задумайтесь, то есть, ребята делают огромную работу, вот, они над одним роликом, корпят там неделю, ну, естественно, продукт очень качественный, очень качественный, но, опять же, и ребята талантливые, то есть, у них талант, вот, тут, тут ничего не скажешь, и если вы талантливы, да, вы круто все делаете, то, как бы, можно, ну, то есть, 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 вот, например, Ивангай стрельнул, да, очень прям, просто сразу миллион, или два миллиона подписчиков, сколько у него там, сейчас ракамака, фу, тоже быстро там, бф, вот, но, мы с вами сейчас говорим, вот, о простых, как бы, среднестатистических людях, я не считаю, что я там в чем-то талантлив, да, я пытаюсь, ну, как, я пытаюсь что-то делать, да, что-то кому-то это нравится, кому-то не нравится, вот, я делаю, я развиваюсь, я никогда видео не занимался, вот, до того, как начал заниматься каналом, да, я вообще не знал, как программы монтажа называются, и в каких надо монтировать, и, собственно, это было, вот, мой первый опыт, я, как бы, развиваюсь в этом направлении, все, стараюсь делать все качественней, контент, но, поверьте мне, вот, если вы начнете делать что-то, такое, ну, как бы, качественное, вот, я знаю, очень много каналов, на самом деле, с качественным контентом, с монтажом, с крутыми видео, но их не смотрят, вот, понимаете, вот, не стрельнуло, да, а чувак на видео тратит две недели работы, он выкатывает просто конфетку, но его никто не смотрит, вот у него там, блин, тысяча просмотров на видео, это, это, это вообще, это ничто, вот, это, как бы, копейки, ну, даже не копейки, а, мили копейки, вот, и, получается, такая ситуация, вот такая ситуация, то есть, грубо говоря, снимая летсплей, вы, в конечном итоге, да, что-то, будете зарабатывать, да, если мы говорим, и, как бы, будет, будет у вас, постепенно набираться, но если вы хорошо, ну, вот как, я не хочу говорить о себе, что я там хорошо, хороший умел, это судить вот как раз таки вам, моим зрителям, да, но вот если ваш летсплей кому-то, ну, это будет сразу видно, я почему свою деятельность продолжил, на ютубе, потому что, да, в начале на меня писали хейтеры, но, я просто смотрел, да, и, люди, по большей части, лайков у меня было больше, причем, с самого начала, там, ну, грубо говоря, там, пять лайков, один дизлайк, было, сейчас, конечно, там, бывает и побольше, ну, там, или два лайка, там, нет дизлайков, было в самом-самом начале, кто заставил лайки, я понимал, что кому-то мои видео нравятся, вот, причем в комментах писали одну срань, понимаете, тут какая фишка, человек, когда смотрит, ему нравится, он не будет вас в комментариях хвалить, там, вот, и так, нет, кто-то будет, но таких людей мало, да, которых, которому, как бы, понравилось, он не стремается, похвалить за то, что понравилось, в основном, чувак смотрит, да, вот, ему нравится, он кайфанул, посмотрел, закрыл, дальше пошел, на следующий день пришел, о, еще видос вышел, посмотрел, кайфанул, все, лайк там нажал, и то, в лучшем случае, он лайк нажал, а то и лайк не нажал, а понимаете, хейтер, который сидит, и может насрать в комментах, это святое дело, вот, поэтому он посмотрел, и в комментах насрал, ну, я вначале таких банил, сейчас уже не баню, вот, ну, сейчас я все меньше и меньше баню, а вначале вообще жестко банил, вот, потому что, ну, через вот эту вот волну хейта, надо проходить, и не надо никак реагировать, просто баньте, даже если у вас там 100 подписчиков, из них вы 50 забаните, нормально, оставшись за то, у вас останется нормальная аудитория, дебилов надо отсекать сразу, вот, и мне вначале писали, у тебя говно видео и контент, и у тебя никогда не будет и 100 подписчиков, вот, через это, поверьте, обсирать в нашем ютубе любят, ой, мама, не горюй, причем всех, и топовых, кто обсирает, есть, и начинают, обсирать любят всех, я не знаю, вот, вот у нас, как, где бы, можно обострать, так там сразу, вдруг, откуда ни возьмись, толпень людей, вот я сам тролль по, по своей, ну, по своей натуре, что ли, но я не люблю никого обсирать, вот, я могу там по тролли, когда человек как-то ведет, вот там, ну, те, кто со мной общаются, знают, да, в моих видео бывает, там, я могу сказать, там, что, вот, у тебя никогда, ты там затупил, у тебя никогда секса не будет в жизни, там, ну, понимаете, это шутка, да, вот, а вот люди, им же же в кайф, вот именно, знаете, вот оскорбить, как-то вот там, вот такое, вот, вот они тролли, как бы, такие вот дебилы, да, тролли дебилы, то есть они, ну, как бы, я не знаю, вот здоровый троллинг, он, он классный, вот, ну, как бы, опять же, сейчас объяснять, что такое троллинг, это вообще целое, можно целый отдельный реалистичный подход вообще снять, что такое троллинг, а что такое та херня, которые занимаются извините шкалата вот это ребят вы не тролли вы дауны вот вам блин к троллю вот посмотрите блин я не знаю вот вы смотрели может фильмы в переводе гоблина вот он там тролл посмотрите саус парк да мультик вот там троллинг вот такой троллинг вот ну стёк то есть просто как бы в юм ну ай не хочу объяснять каждый у каждого как говорится правда своя мнение свое че че я буду еще что кому-то умные люди и так поймут а что объяснять шкалате я не собираюсь вот так вот поэтому летсплейщикам быть довольно тяжело на самом деле в том плане что много приходится снимать это не всегда хочется это надоедает вот а люди как бы просят пишут в личку типа давай ты же обещал и вы не хочется порой своих обещаний не сдерживать но иногда бывает и как бы что касается монетизации тоже тяжело тяжело монетизировать контент вот когда вы то есть грубо говоря если блогер там вот у него 100 тысяч просмотров в месяц да я не говорю сейчас о деньгах с ютуба я просто говорю если у блогеров он снимает в месяц там пять видео да их 20 тысяч человек каждое видео смотрит и на него 100 тысяч просмотров то он на этих ста тысячах заработает больше гораздо чем блогер там ой чем летсплейщик на просто тупо прохождения там на миллионе допустим просмотров грубо говоря ну там на 500 тысяч 500 тысяч точно скажем то что у блогера будут покупать такую рекламу у него могут быть спонсоры там в разные да в видео он может там лайки там ставить ну хотя лайки у меня иногда просят чтоб я поставил купил именно платные но меньше платные лайки не ставлю так кому по кентокски ставлю вот пошли мне лень там эти копейки я не знаю мне не охота короче вот так вот блогер уже у него монетизация контента как бы она ну более более проще что ли и более выгоднее вот то есть ему не столько youtube вот деньги с ютуба для блогера это такой мелкий приятный бонус а вот все остальное это как бы основной доход ну я уж не говорю да вот сейчас вот скажу такую вещь которую вы может многие не знали вот у нас на ютубе что меня бесит да вот я знаю причем несколько топовых блогеров я не буду сейчас говорить об кого то не обидеть но я лично знаю что снимают заказные ролики вот есть есть вот поймите у всех бомбит вот он рекламу вставил шляп пейская реклама вы вы блин у вас в мозге вообще нет мозга кто так пишет понимаете когда человек что-то рекламирует открыто он говорит вот купите там оранжевый фонарик он крутой почему он крутой да потому что мне заплатили чтоб я сказал что он крутой ну так конечно никто не говорит но говорит вот крутой оранжевый фонарик там как бы всем понятно что это реклама все тут вопросов нет и у вас в башке есть мозги да если товар хороший и блогер вам его показал вы купите если ему заплатили за то чтобы он вам хрень показал какую-то китайскую подделку там чего-то то блин включите мозг и не покупайте это кто-то все равно купит вот блогер как бы кто-то не рекламирует да плохие товары кто-то рекламирует это личное дело каждого вот и как бы кому-то деньги нужны кому-то они не так нужны кто-то соглашается на сомнительный кто-то там пирамиды пиарит кто-то не пиарит вот это личное дело каждого у вас есть свои мозги вот блогеру платят за что за то что 10 тысяч человек посмотрят ролик эти 10 тысяч человек увидят вот а купят они там не купят там или что там надо сделать что он там рекламирует там зарегистрируются где-то или не зарегистрируются это это вопрос вообще пятый это блогера не интересует вот поверьте мне так вот я о чем вообще говорил по поводу рекламы да вот самая стремная да на чем могут зарабатывать блогеры и многие ну не многие несколько человек я знаю топовых кто так делал это заказной ролик понятие в таком ролике блогер ничего не будет рекламировать ничего не будет вас просить там купить ничего не будет там еще он просто какую-то может какую-то новость осветит с определенного у вас ну как бы свое мнение выскажет определенное мнение которое как бы которая ему за которую ему заплатили да может быть еще что вот как бы часто так ну самый простой пример это обзоры игр да топ когда топы делают вроде бы на не очень хорошую игру такой прям супер обзор вот это самое простое да и они вроде как я не пиарят они просто делают обзор но положительный вроде как и не пиар но в смысле не реклама да вот но обзоры игры это еще как бы можно ну увидеть то есть человек увидит а вот когда речь идет о каких-то новостях там иногда даже политических или еще каких-то да то вот тут вот то люди это вот знаете это тот самый зомбоящий кур что мне не нравится то что он потихоньку начинает лезть в youtube блин я вообще не о том говорю щас не о том что тяжело ли быть высплечками нет ну ладно это я к тому что короче некоторым блогерам могут платить за то чтобы они высказались ну как бы а с таким вот определенным мнением на какую-то тему вот разные структуры могут им за это платить скажем так не хочу никому конкретно говорить заяшь, такое есть, знаю что такое есть, знаю что такое есть и у топовых наших блогеров. Но конкретно примеров приводить не буду вот считают они этичным. Так что ну и на этом блогер я это к чего это потому что блогер на это мод классический может зарабатывать да?ес плейщик он как бы на таком зарабатывать не может ну да когда у вас там станет 300 тысяч понимаете когда вот если вы перевалили там за 100 тысяч подписчиков или там за 200 не знаю сколько то в принципе вам уже не важно вот но только если вы там не накручивали их а вот реально да вы преодолели эту цифру то в принципе там вы уже будете зарабатывать нормально и неважно в принципе чего снимаете там как блогер вы дошли там как летсплейщик вы дошли это уже серебряная кнопка youtube это уже это уже пару миллионов просмотров ежемесячно там или даже десять 5 10 но не знаю каждого праздному там если редко видео потому что на каждом видео много просмотра это уже рекламный там контракт там уже как бы идет разговор такой интерес но кстати ласплейщик такой цифры гораздо тяжелее дойти чем чем блогеру скажем какому-то там блогеру я не знаю бьюти блогеру вот ласплейщику тяжелее дойти поэтому ну тяжело ли снимать ласплей нет не тяжело но именно делать это регулярно по если вы подходите к этому серьезно это тяжело как и быть любым блогером это тоже очень тяжело поэтому в принципе в принципе вот работать на ютубе тяжело вот просто вот что поймите это это не так просто как вот кажется да это ну вам вот я не знаю раньше вообще казалось все входил такой миф что все зарабатывают на ютубе миллионы вот сейчас это вроде как папа улеглось да уже никто как бы на эту тему ну многие уже просто говорили показывали кто сколько зарабатывает так далее сейчас вроде как уже улеглось на эту тему ну шумиха да или просто люди забыли вот так что да если вы понимаете вообще жить тяжелым деньги зарабатывать тяжело да нежно делать его летсплеи или блин работаете на заводе все равно тяжело вот просто так они с неба не не падают поэтому да тяжело быть да когда ты уже раскрутился когда ты сделал себе там имя когда тебя смотрят там 200 тысяч человек тебе уже легко будет вот почему юзо видео не снимает потому что ему нафиг на видео снимать ну чтобы он все равно у него очень много просмотров он какую-то денежку получит да и как бы он уже достиг такого нашел но тот когда он хочет он там снимает допустим да и многие топово там там тоже жгут ложку взять они уже редко выкладывают видосы но я не знаю на мушкин канал давно не заходил чё там у него просто они уже достигли определенных моментов вот некоторые топы когда достигают да они начинают с ну выкладывают ролик только тогда когда находит рекламодателя к этому ролику вот но короче каждый каждый по разному делают поэтому тут тут вопрос тяжело пробиться в топы вот а так так с виду конечно все легко короче не знаю чем быть вы поняли не поняли если серьезно подходите то поверьте мне тяжело именно зарабатывать а если так просто вы знаете для себя снимаете вот без какого-либо расписания без каких-либо обязательств там одно видео в день или даже пять там парочку и два-три там в неделю то это конечно легко и именно прохождение вы там сняли 20 минут фафана и все выложили вот но и успеха вы как бы не добьетесь ну таким образом то есть так а вот если подходить серьезно реально это это как это можно сказать как работа вот потому что порой я реально часов 8 могу снимать видео ежедневно ну вот в день а потом же еще вот это хорошо у меня админ есть которая кстати сейчас на сессии нам не очень сильно помогает очень сильно помогает всякие теги прописывать описание вот тут хоть блогерам проще а не одно видео выложили они как бы особо не заморачиваться представьте я снял 20 видео да и мне нужно там каждое видео распланировать когда но выйдет потом сделать превьюшку на каждое видео хоть там и одна цифра меняется но все равно когда те на 30 таких цифр поменять это задалбывать вот потом прописать теги там описание там добавить плейлист то есть вот такие вот моменты они тоже на самом деле имеют место имеют место и это так кажется там что там вот я сейчас админ на сессии да моя админша и я делал сам ну часть видео которые снял я там делал превьюшки то я все все забыл ну то есть я уже как бы не помню там еще в плейлиста мне не раскидал там аннотации не поняла ну неважно ну основную работу как бы я сделал вот там превьюшки теги описания распланировка по когда они должны выходить и начать эти видео и у меня вроде как и ушел там час час работы да на ну я там несколько дней снимал а потом за час значит это все обработал но в то же время вот этот целый час такой вот рутинные как бы можно сказать работает то есть довольно уморяющий вот хотя там параллельно в аркейдж играл вот и пока там что-то делалось я тут значит эти превьюшки но все равно вот особенно когда ты там восемь часов снимала потом еще вот это делать это вообще не кайф вот и как бы это тяжело вот мне повезло да если администратор канала нашел и она мне очень сильно помогает за что и большое спасибо там если вам так не повезет как мне то вам еще тяжелее будет ладно я думаю надо наверное заканчивать этот монолог а то я опять затягиваю очень сильно но большое в общем вам спасибо за то что посмотрели подписывайтесь на канал получите удовольствие от жизни с вами был шашлык да Owner друг запись ayer пламя и emu и